Готовим с любовью. Опять уровни с использованием слова «любовь» в исполнении разработчиков. Всем привет, друзья! С вами, как всегда, Рязанов Матвей. Я приветствую вас во второй серии с прохождением четвертой части мультивселенной. С вас обязательно лайк и подписка на канал, если ее еще нет. А также не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропускать много новых интересных видео на канале. Ну а я уже не буду тянуть, и давайте начинать. Кстати, ссылочка на первую серию есть в описании к видео, и еще есть ссылочка на плейлист. Сразу со всеми сериями и частями мультивселенной можете смотреть с самого начала, с самой первой серии и первой части. А в этой серии мы с вами, во-первых, откроем сундук с очень хорошими наградами. И также откроем новенького жука Мигеля. Хм, 200 сердец, 107 лампочек и 13 инжиров. Вдруг резко оказалось, что это не фиги, а инжиры... Блин, есть заряды для Бэма, но прикол в чем? Если эти заряды вот сейчас в дальнейшем еще начнут на поле вываливаться, шансы выиграть есть. Но если они сейчас вообще вываливаться не будут, нет шансов. Ну пока, блин, они как не вываливаются. Но сердца тут явно не сложные. Хотя, ну как сказать, средненькие. Много этих ведер. Скорее всего тут лампочки сложные. Их всего 4 штуки на поле. А нужно 78. Сейчас нужно разобраться с ёдрами сначала, чтобы не мешали. И инжиры сразу сделаются. Замечательно, мне выдали жёлтых. Всё, сейчас уже исчезают ёдра. Раз, хорошо. Инжиры сейчас сделаются. Сердца сделаются. В общем, лампочки, да. Самое сложное это именно они. Сюда. Ну почти весь заход если делать, я практически успею их сделать. Ну не полностью. Минус инжиры. Это сразу всё. Чтоб он сразу сделался. Награды вообще жесть, если честно. Накопился Бэм. Но я думаю, что хватит мне тут ходов. Дина вот не туда кинула. Если бы она вот сюда бы выкинула, оказалось бы намного лучше. Это для меня. Ну ладно уже. Хорошо. Сюда. Минус. Ну всё. Сейчас это стрельнёт. И ещё один ход. И в принципе выиграет. Радует. Радует, что я тут не купил ходы. Но не радует, что мне вообще тут не дали слип. За этот уровень я разменялся в минус четыре. Уже в минус четыре. А это лишь самое начало. Вау. Вау. Замечательный сундук. Движемся к следующему уровню. Хм. Ну босс в принципе я не думал, что какой-то особо сложный. Ну такой, знаете, средний уровень. И Дина, кстати, выросла. Непонятно, на один уровень или уже на все. Шальная бомба. Это хорошо. Но правда они сейчас, да, съедут вниз. А, ещё одна шальная. Замечательно. И синие мне как-то тут не помогут особо. Но заряды для Бэма есть. Заметьте, самое главное, что они тут имеются. И ещё вываливаются, кстати. Но тут ходов немного. Сюда вот. Всё настолько закрыто. Что это нужно расчищать непонятно сколько времени. Ну давайте вот тут рвану разок. Сейчас ещё Бэм рванёт. И ещё один нужен, чтоб сверху всё вот это вот разбилось. А мы тут снимем. Всё, сверху разбиваются. Минус слизень. Девять ходов, девять клеток. Но с Бэмом это в принципе реально. Сюда. Взрывается один Бэм. Следующий здесь уже выигрыш, скорее всего. Раз. Снова нет золота. Здесь называется ситуация «Делай что хочешь». Всяких рандомных наград мне насовали. А с золотом. Ну как бы зачем, да? В таком случае здесь, если я вообще не куплю ходов, я уже в огромнейшем минусе окажусь со всеми там маленькими сундуками. А если тут начать активно скупать ходы в конце уровня, всё это ничем хорошим не закончится. Дина спрашивает у Мигеля, неужели вы нас хотите тут оставить с этим неким шалёным императором? Скорее всего, вот со слизнем каким-то, да? Ну а потом Дина злится и орёт, что вот я могу рассвилипеть и стать как бы злее, чем этот вот свитень, да? Готовим с любовью. Опять уровни с использованием слова «любовь» в исполнении разработчиков. Хм, ну уровень в принципе интересный. Дина, кстати, не уменьшается, скорее всего, уже и останется на этом же этапе роста. Уровень неприятный, если честно. Есть ракетницы. Ну, во-первых, тут нужны лампочки. Во-вторых, нужны инжиры, а не лишь с горшочков вываливаются. И ещё ко всему этому тут нужны сердца. Что самое сложное, я сейчас определить не могу, но скорее всего инжиры. Если бы они вываливались не только с горшочков, они не были бы тут самыми сложными. Но вот из-за этого они являются всё-таки самой хардкорной целью. Здесь. Хорошо, этот активировался, ещё всё это разбилось. Радок нужно вот здесь снять. И, конечно, тут не всё разбивает. Но удалось тут взорвать шарную бомбу. И минус, кстати, ведро. Хорошо. Активировался горшочек. Сейчас нужно с конвертером снять. Разок. Главное, чтобы инжир сделался. Нижний, да, активировался. Неприятный момент, что именно нижний активировался. Но верхний же сейчас включится. Всё, верхний сразу выкидывает. У меня есть розовая бомба. Я её сейчас взорву. И бэм тогда, да, взрывается. Но мне это не нужно. У меня две есть. Ещё выкинет. Ну так, в принципе, всё. Это взрываем. Это сюда. И оно сейчас выкинет. И всё делается. Сразу и вылезет. И вылезет. Что я могу вам сказать? В плане уровней эта мультивселенная намного легче. За две серии я ни разу ещё не купил хат-порт. Ни разу. Но из-за того, что за уровень не дают слитков, я уже ушёл в минус 7 за две серии. С учётом, что у меня в той серии на уровнях бываливалась зона. Я, правда, ещё открыл Мигеля. Но вот с этого момента я думаю, что уровни станут резко сложнее из-за того, что в цели разработчики ещё всунуть синий цвет. Скорее всего, эта мультивселенная окажется самой лёгкой из всех. Но по золоту тут вопрос спорный. Скорее всего, я уйду в минус. А даже не скорее всего, а стопроцентно. Из-за того, что на последних уровнях за уровень нужно отдавать 12 золота, вроде бы, чтобы чисто сыграть на уровнях, вот за вот эти. И только на двух из этих уровнях есть сундук с 10 золота в каждом. Соответственно, сыграв на двух уровнях, я потрачу 24 золота, а из двух сундуков я заработаю 20. И уже за два уровня, ну вот если мы возьмём чисто вот эти два уровня, у меня минус 4. И остаётся ещё 8. И если мы 8 умножим на 12, у нас с вами выйдет 96. И эти 4 за последние 10 уровней выходит минус 100 золота. Это если вообще не докупать ходы. А на этом эту серию мы с вами закончим. С вас обязательно лайк и подписка на канал, если её ещё нет. А также не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропускать много новых интересных видео на канале. И как всегда для вас цель для выхода следующей серии вам нужно набрать снова 12 лайков. Я не усложняю цель. С этой вы быстренько справитесь. И сразу же выйдет новенькая серия с прохождением. Ну а с вами был Резанов Матвей. Всем до новых встреч. И пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин